1956 года постройки. И здесь две комнаты. Скорая помощь тоже нуждается в каком-то новом здании. Но всё равно поддерживаем все хорошие условия, которые требуются. Проблем в Судхольской больнице немало. Самое острое – старые здания, которые нуждаются в капитальном ремонте. Постройки полувековой давности не приспособлены для больничных нужд. Во время приёма и осмотра пациентов спасаемся ширмами, говорит главный врач Лидия Андар. В аварийном состоянии и помещении скорой медпомощи. Выслушав главного врача, Владислав Хавалык отметил, коллектив в больнице сплочённый и руководитель в непростой ситуации старается создать приемлемые для работы условия. Есть кровли будут меняться, вовнутрь заходили, видели, перекрытие уже прогнулись, полы уже ходят, окна. Всё, что нужно, необходимо, чтобы привести в нормальный порядок. Вопрос нехватки врачей и узких специалистов – тема наболевшая. В Судхольской больнице нужны штатный хирург, а таларинголог – невролог. Врачи держатся благодаря поддержке коллег из соседних кожунов. Мы справляемся с этим вопросом. Близлежащие кожуны очень нас выручают. Спасибо коллегам, конечно. Это Барунхимческая межкожунная больница и Зунхимческая межкожунная больница. Там специалисты, мы договариваемся между собой. Они нас выручают, всегда не оставляют нас в беде. Всех наших больных принимают. Также необходимо модернизировать котельную больницы и сделать централизованное отопление. Сейчас каждое здание отапливается отдельно, а их на территории больницы – девять. В каждом объекте есть своя котельная. Представляете, смену три кочегара. Это 27 кочегаров работают. В новое здание, естественно, будет отапливаться. Централизованный какой-то котельный. Капитальный ремонт в этом году начнётся с котельной, затем приступят к зданию взрослой поликлиники. Как сообщили в МИЗРАВИ ТУВИ, вопрос о выделении из бюджета средств на капремонт взрослой детской поликлиник, а также котельной, уже согласован. Инноклаян Буянмангуш, Ангер Оржак, ТУВА-24, суд Хольский, Кожун.